друзья всем привет весна этого года для автопрома было очень тяжелой и в россии большинство производителей ушли глубоко в минус на 50 на 70 процентов и лишь одна марка оказалась в плюсе это ченган и сегодня у нас на тесте их новый средний размерный кроссовер cs55 давайте посмотрим на него придирчиво поездим проверим проходимость вместимость и все другие качества машины конечно впечатляет салон потому что здесь нет вообще ничего от того что мы раньше привыкли видеть китайских автомобилях начнем с того что нет запаха вот это прям приятное удивление от машины хорошая эргономика то есть сиденье без в данной комплектации без электрических регулировок вот но я смог настроить вот под свою позу хорошая посадка руль регулируется по вылету по высоте тут все как надо очень логично сделана центральная консоль то есть здесь у нас селектор автомата здесь у нас управление климатом здесь у нас мультимедиа с большим экраном мы вам его покажем отдельно и достаточно четкие приборы в принципе придраться по большому счету просто не к чему хорошая комплектацию автомобиля например есть раздельный климат-контроль есть естественно вот эта мультимедийная система с тачскрином с юсб портом есть бесключевой доступ управление всем этим хозяйством вынесено на руль что тоже классно есть люк с управлением электрическим вот и удобный подлокотник который можно сделать вот вынув это корыца достаточно вместительным входит фотоаппарат вообще кстати по практичности автомобиль тоже такое интересное впечатление ставят потому что очень много разных ниш то есть можно положить что-то суда можно открыть зону для подстаканников есть бардачок естественно есть ниши в дверях в общем постарались максимально использовать место в салоне и и и и и и и и и по длине это средний размерный кроссовер честные четыре с половиной метра поэтому место на заднем сиденье ну вот можете сами судить его прям тут много то есть вот перед коленями у меня остается запас тут сантиметров 78 для стоп есть достаточное место из приятных вещей во-первых персональные дефлекторы для задних пассажиров которые можно включить можно отключить изменить направление воздуха есть вот такой широкий удобный подлокотник который можно есть потолочные ручки и подсветка в общем для задних пассажиров автомобиль довольно удобно и это хорошо потому что у него чувствуется настрой общий на комфорт и поэтому задних пассажиров наверное тут будут возить часто багажник как будто бы с электроприводом но нет просто достаточно мощные газовые опоры сам объем багажника довольно большой тут больше четырехсот пятидесяти литров и очень хорошая форма мне нравится что практически нет порога соответственно можно что-то тяжелое прям вот туда опереть и потом выдвинуть внутрь багажника под полом есть вот такой пластиковый органайзер с нишами ну и внизу соответственно запасное колесо заднее сиденье можно разложить в ровный пол сейчас попожу раз и видите получается идеальная практически поверхность небольшой взъем есть но почти незаметно буквально в два движения ну и наверное здесь можно поспать также хорошо что есть вот такие вот такелажные крючки то есть поклажу можно закрепить а с этой стороны 12 вольтовая розетка под какое-нибудь небольшое устройство первое что обращает внимание это дизайн автомобиля то есть когда на него смотришь понять происхождение на самом деле сложно то есть так мог выглядеть корейский автомобиль немецкий автомобиль нет никаких отсылок вот именно к азиатским к китайским автомобилям это неудивительно потому что дизайн разрабатывали турине итальянская студия и он получился на мой взгляд очень цельный то есть с любого ракурса автомобиль вот выглядит как в литой можете сами оценить четкие линии нигде никаких диспропорций и это уже рестайлинговая версия автомобиля в 2017 году появился оригинальный чанган cs55 но вот к нам приехала версия уже после фейслифтинга она смотрится еще лучше чанган cs55 это кроссовер поэтому просвет 190 миллиметров это не много и не мало то есть это средняя величина для кроссоверов но все-таки это именно кроссовер то есть это не псевдо кроссовер как сейчас иногда делают просветом там как у легковой машины типа там 16 с половиной сантиметров нет здесь 19 сантиметров и это ощущается то есть вот на изломах рельефа ты всегда имеешь какой-то запас и под бампером и в центре базы ну естественно что его возможности не беспредельны поэтому вот мы его тестируем исключительно на ухабистых грунтовых дорогах блин ну вот просвета хватило честно скажу из-за руля все это выглядело немного страшно но мы прошли ничего не зацепили вообще компания чанган нам вот лично с андреем известно достаточно давно еще в 2015 году мы брали автомобиль он назывался чанган и а до сейчас он уже в россии не поставляется но тогда он произвел на нас удивительно хорошее впечатление потому что вот среди китайских машин то и вот пятилетней давности волны он оставлял ощущение машины абсолютно цельные вот такой машины в которую можно сесть и ехать и никаких особо вопросов она не вызывала потом я до ушел остался автомобиль кроссовер cс-35 он в принципе неплохо продавался но особенно хорошо дела у чангана пошли когда добавился кроссовер cs-35 плюс эта версия чуть более крупнее чуть более крупная она по размеру сопоставима с hyundai creta ну и вот машинами такого класса этот автомобиль сразу стал ну таким своеобразным бестселлером чанганом и теперь вот он продолжает развивать свой модельный ряд частности кроссовера cs55 это автомобиль длиной четыре с половиной метра то есть ну конкурент типичным среднеразмерным кроссовером таким как kia sportage таким как вольцваген тигуан у чанган cs55 двигатель собственной разработки причем это не просто какой-то там серии 1 и 6 атмосферный это двигатель объем 1 и 5 литра с турбонаддувом за счет этого он в принципе едет как двухлитровый мотор то есть у него мощность 156 лошадиных сил для китайского рынка но для россии его дефорсировали ради снижения налогов до 143 лошадиных сил вообще автомобиль оставляет впечатление реально очень комфортного во первых это касается подвески она прям откровенно мягкая на совсем разбитых дорогах она иногда дает качку на самом деле к этому оказалось несложно приноровиться то есть просто надо выбирать скорость где-то притормаживать и не давать машину идти именно в резонансную раскачку но зато насколько она сглатывает дыры на дорогах то есть дороги по которым я часто езжу которые реально отличаются ну просто иногда убойными ямами пролетает практически не замечая иной раз вот даже специально его там направляешь на какую-то дыру просто чтобы это почувствовать неплохой запас энергоемкости тоже плюс автомобиля при этом он довольно тихий вообще какой-то такая плавность и расслабленность езды у него есть явно старались этого добиться по итогу вот мы уже наш рабочий день грубо говоря подходит концу я не чувствую особой усталости то есть машина явно настроена вот на длительные поездки это семьей на дальнобой вот минимально утомлять водителя руль настройки руля настройки педали тоже такие очень плавные ну кому-то это понравится кому-то нет то есть если вы любите такие там спортивных настроек то наверное нет другой стороны ну для кроссовера который рассчитан на семью зачем нужны спортивные настройки чувствительность руля вполне хватает повороте едешь ты ты понимаешь что делает машина очень важно отметить кстати работу системы стабилизации ну во первых она ловит машину если вы перестарались со скоростью повороте естественно отлавливает заносы мне очень понравилась ее работа именно вот на таком легком бездорожье ну и бездорожье скажем так на плохих дорогах там где одно колесо начинает проскальзывать и вот тут же ловит система стабилизации и бросает большую часть момента на второе колесо у которого лучше зацеп за счет этого машина никогда вот не возникает эффекта что она просто одним колесом буксует и стоит на месте многие переживают за уровень безопасности китайских автомобилей и 10 лет назад это действительно была проблема если мы вспомним там некоторые автомобили которые были даже популярны в россии потом их били на краш тестах они набирали там 0 звезд и в общем на этом их карьера заканчивалась у чанган cs50 5 5 звезд по местному тесту n-кап китайскому в китае есть свой тест си n-кап называется по той же самой методике что евро n-кап вот просто для тех моделей которые выпускаются и продаются в китае и на других рынках то есть пять звезд принципе он по многим рейтингом если посмотрите считается автомобилем вот современным уровнем безопасности на это же работает хорошая оснащенность то есть у него подушки безопасности в базе у него есть система стабилизации весь вот этот стандартный набор систем безопасности у него сразу присутствует у машины есть камера заднего вида то есть вот смотрите я включаю заднюю передачу ну и соответственно вот пожалуйста мы видим там какая-то машина проезжает мимо нас но есть еще более интересная опция это камера бокового вида знаете часто паркуешься к бордюру не видишь его и боишься там ободрать колесные диски вот пожалуйста то есть видите отличная включается видимость сейчас переключимся именно на колесо и борт автомобиля то есть вы можете вот парковаться просто до миллиметров как вам надо вот видно как колесо выворачивать причем это работает и при движении вперед и при движении назад и свете я могу например вот по краю до травы проехать вот просто в миллиметрах от этих травина или бордюра если речь о бордюре ну и соответственно мне кстати нравится что картинка очень четко такая не переконтрастная вообще как будто бы ее правильно так обработали и благодаря вот динамической разметки очень легко ориентироваться в принципе я могу задом ехать почти так же как передом что касается цен автомобиля то конечно здесь самое интересное потому что базовая комплектация стоит от одного миллиона трехсот тридцати тысяч рублей и на фоне нынешних цен это я вам скажу весьма конкурентоспособна потому что среднеразмерные кроссоверы в среднем вот могут при таких параметрах при такой оснащенности стоят полтора миллиона и выше но я вот посмотрел несколько прямых конкурентов у меня получилась разница в цене 150 300 тысяч рублей с конкурентами то есть грубо говоря вы можете либо сэкономить эти деньги либо вы можете просто добрать за счет комплектации базовая версия у автомобиля сразу достаточно богатая то есть там есть подушки безопасности кондиционер подогрева сидений в общем все то что вам нужно для жизни дальше вы можете ее совершенствовать ну и как видите опции тут достаточно то есть есть и камера заднего вида камера бокового вида мультимедийная система которую можно состыковать сотовым телефоном можете заказать автомобиль с автоматической коробкой передач скорее всего спрос основной будет именно на такие версии автомат эйсен такие машины стоят до полутора миллионов рублей то есть опять же разница с конкурентами составляет там порядка 150 300 тысяч рублей целом чанган cs55 оставляет знаете впечатление самое главное у меня как будто бы эту машину делали немножко для американского рынка вот мне есть вот этот акцент на комфорт такая приятная вальяжность расслабленность оснащенность опциями одно время как раз американские бренды за счет этого очень сильно привлекали клиентов в то же время есть и европейские черты то есть это во первых касается дизайна потому что и интерьер и внешность машины они сделали ну прям вот очень в таком русле современных стандартов ничего такого кичливого китайского здесь вы не найдете ну и подытоживая вообще эту поездку я хочу сказать что наверное наверное действительно скоро китайские бренды станут очень весомыми игроками на нашем рынке мы начали разговор с того что все марки падают а чанган он не только не падает он еще и увеличивает продажи и возможно вот как раз нынешняя ситуация все эти истории там с коронавирусом и прочим и падением экономики как раз дадут тот толчок китайским брендам который им был нужен чтобы громко заявить о себе потому что последние 10 лет они непрерывно мало-помалу совершенствовали свои машины они давно ушли от стадии слепого копирования они создали свои инженерные центры и в европе и в китае они строят заводы новые в том числе кстати и в россии и поэтому постепенно вот эта критическая масса копилась и теперь они выровнялись по качеству по основным характеристикам по имиджу с остальными марками остался последний шаг вот осталось побороть предубеждение очень многих людей но здесь как раз помогает конкурентоспособная ценовая политика поэтому я последнее время вижу и слышу очень много людей которые реально стали любителями китайских брендов то есть раньше было такое что вот есть любители допустим японских есть американских машин и появились корейцы и сначала было к ним предубеждение потом люди преодолели его появились любители корейских машин сейчас тот же путь проделывают китайские бренды и я думаю что как раз чанган cs55 это вот одна из тех машин которые способны изменить имидж вообще всего китайского автопрома спасибо за внимание и подписывайтесь на канал удачи удачи Продолжение следует...